Игорь Владимирович, мы о политике поговорим, особенно о такой международной и, конечно, связанной с боевыми действиями. Много заявлений Зеленского, который, кажется, начал что-то подозревать, но отметает эти мысли о том, что Путин начал вторжение, потому что, собственно, согласовал его в 22-м году с некоторыми западными странами. Об этом позже. Начнем с фронта. Сегодня Генштаб сообщил, что есть тактические успехи на Покровском направлении. Дип-стейт, известные карты, рисуют о том, что есть продвижение вперед. Вместе с этим Институт изучения войны публикует очень интересный материал. В общем, три района сосредоточения российских войск, ну, то, о чем и президент говорил, да, вот это на северо-запад от Харькова. Три группировки, они прогнозируют, что это будет Богодухов, да, и вот эта трасса сумская. Некоторые говорят, что это будет как раз-таки три удара, то есть и суммам достанется. В общем, обстановка накаляется. Как видите вы развитие событий на фронте, и каких сюрпризов или черных лебедей нам ждать именно в военном смысле? Ну, давайте прекратим заниматься шапкозакидательством, потому что даже небольшие успехи на Покровском направлении, они перечеркнуты продвижением оккупантов на направлении Купинском. И российские войска суммно продвигаются там и захватывают населенный пункт за населенным пунктом. И тоже Дипстейт, ну, сообщает об этом. Это так, чтобы не было шапкозакидательства и там уря перемух, да, грубо говоря. Это тяжелая ситуация на фронте, очень тяжелая, которая помножена на серьезные ракетные удары, которые вызывают, если не панику, то есть такое украинское слово «роспач» у людей. Это из-за порожья. Я вчера от Рима получал там десятки писем после удара по аэропорту. Это Харков. Харков – это вообще боль всей страны по факту сегодня. Ситуация тяжелейшая. То, что враг готовит серьезные наступательные действия, сомнений нет. Об этом говорит разведка, это, повторю, президент. Это еще видно из карты боевых действий, ну, собственно. Поэтому надо быть готовым. И опять же, насколько готовы оборонительные сооружения, насколько готова оборона, минные поля и тому подобное, насколько они готовы противостоять той тактике, которую используют войска Российской Федерации и использовали во время прорывов, ну, или попыток прорывов в других местах. Мы не берем Харков, там все видели, зашли гуляя, ну, в Харковскую область. Мы берем, там, другие, да, места, где используются эти дровосеки, так называемые. Это техника для разминирования, ну, определенная. Где используются артиллерийские кабы, ну, для снесения, ну, фортификационных сооружений. Поэтому от качества фортификации, от качества минирования, ну, будет очень во многом зависеть успех или неуспех врага, ну, на этих участках, о которых вы говорили. Собственно, вопрос недели прошедшей, это вопрос на казание виновных, в том числе среди военного руководства, в прорыве в Харковскую область. Устами Марьяны безугои, а мы знаем все, что в Марьяны на языке, то в Ермакана уме, были озвучены фамилии, были озвучены претензии к военному руководству. Но я считаю, что это полуправда. Потому что ответственность должно нести как военное руководство, нельзя снимать с них ответственности, так и политическое руководство. В частности, глава, как минимум, глава военной администрации Харковской области. Говорили, переговорили. Про разворовывание денег говорили, переговорили. Прошло уже фактически две недели, как все это выложено на стол. Человек как занимал должность, так и занимает. Мне иногда кажется, что они все услышали заря на шкиряках. Повоняют и забудут. Понимаете? И действуют. Но так тут уже не повоняют. Это в случае шкиряком повоняют было. А тут уже бздуло стоит такое. Знаете? Плюс, если бы не реки крови, там были такие политические разборки. А тут я извиняюсь. Поэтому очень актуально, очень актуально. Это ответственность. Как военную, так и политическое руководство, которое допустили провал на Харьковском направлении. И если, не дай бог, подобный провал повторится на Сумщине, ну, там уже, ну, я лично расстреливал. Мне могут сказать, что это негуманно, что мы там что-то подписали, да, там, ну и тому подобное. Да. Но негуманно заниматься пиздингом у воюющей армии, у воюющего народа. Вот это негуманно. И пока мы не зачистим свой тыл, ну, от подобных товарищей диверсантов, ну, про какие успехи могут, может идти разговор. Мы не можем, реально вот нас убеждают, что мы остановили врага. Да, мы остановили в районе Волчанска врага. Но в то же время у нас протекает то, что мы говорили, в районе Купенска, да. И так далее, и так далее. Мы не можем целостно ничего выстроить, потому что нам мешает внутренний враг. Игорь Владимирович, ну, понятно, что это такая старая формулировка, старое выражение, война все спишет, и, собственно, она похожа в действии сейчас. Но я вот хотел бы обсудить с вами новости дня. Первые фотографии, там, Кракена, там, да Винчи, да, волков, они уже, собственно, собирают зэков. И отмечают, что наши зэки заряженнее, идейнее, чем те, когда, вот помните, мы все обсуждали, и, конечно, диву-диву давались, и, ну, скажем так, да, уничешительно отзывались, когда еще был пригожен и ездил по тюрьмам. Сейчас, я так понимаю, ну, исходя из сообщений, что есть определенные бригады, и они тоже, собственно, командируют представителей. Эти представители как бы отбирают, набирают, выступают и, собственно, собирают заключенных. Это позволит как-то выправить ситуацию? И что это вообще за шаг такой? Какая его главная цель? Ну, смотрите, я с первого дня полномасштабной агрессии, я говорил о том, что есть категория заключенных, которая хочет искупить вину, защищая Родину. И по перламах президент даже подписывал отдельные указы. Людей освобождали, люди шли воевать. Я лично принимал участие в судьбе трех людей заключенных. К сожалению, один из них погиб, один из них тяжело был ранен, один воюет по сегодняшний день успешно. Диссертиров, так сказать, не было, да, Александра. Тут надо ли мобилизировать? Надо, если люди хотят добровольно, если люди не совершили тяжелых преступлений и так далее, и так далее. Я видел эти фотографии, я знаю Диму Савченко, это офицер бригады «Довинчи». Если мне не изменяет память, он сам восемь лет пребывал в заключении по делу так называемых троеченских террористов, если вы помните. Учился много в заключении, боролся, вышел, основал издательство «Залезный Тато», издавал книги, ну, воевать пошел. Книги, я так понимаю, не для детей издавал. Ну, разные, в том числе меморалистика, много интересного. У меня есть, кстати, книги этого издательства, там вот о гражданской войне в Соединенных Штатах, воспоминания Теодора Рузвельта, ну, и так далее. Ну, разные издавал. Определенной, да, определенной идеологической направленности, но, значит, естественно, он понимает психологию заключенных. И мотивирование ли они от, условно говоря, ну, российских, да, языков? Ну, в чем-то мотивирование и почему? Потому что это ж на нашу землю пришли, ну, пришла война. Это ихние матери, там, сестры, да, ну, отцы страдают. Когда все говорят, ну, нельзя шагульно сказать, что там все заключенные без рода, ну, без племени, без этого самого. Естественно, есть часть тех, кто хочет просто пойти и раньше выйти, да, ну, то есть досрочно, ну, смыть, так сказать, кровью, ну, свое преступление. Есть те, кто и хочет воевать, потому что заделай его родину, заделай его дом, но ругали. Разные есть. Надо ли это делать? Повторюсь, надо было вообще изначально, с начала войны разрешить, ну, подобные вещи. Изменит ли это ход сейчас, ну, военных действий и событий? Нет. Усилит ли определенные бригады? Возможно. Ну, вот объективно. Ну, смотрите, мы же, если к системному решению подходить, к анализу системного решения вот этих привлечений заключенных, у нас же перед глазами Россия. Мы видим, как где-то в Челябинске на днях, да, там молодежь поспорила с вагнеровцами, там чуть ли не вводили там планы перехвата и пытались как-то гасить вот эту историю. Мы видели, как эти, ну, тоже тут определенный момент есть. Пригожин подписывал контракт на полгода, а потом в мясорубку забрасывали вот этих зэков, и, собственно, кто выжил, тот откинулся, вернулся домой к себе и давай дальше чудить. Это системный, как бы, взгляд на проблему. То есть, а у нас как? То есть, подписывается контракт, и у тебя, точно так же, как у, собственно, военнослужащего ВСУ, да, у тебя два пути домой из армии. Это, ну, трехсотый или двухсотый. Ну да, то, что мы говорили. После того, как они убрали мобилизацию с закона и даже ротацию, ну, это отдельная тема мотивации, которую убивают чиновники наши. Что касается заключенных, у нас 28 тысяч заключенных по состоянию насилования. Если откинуть несовершеннолетних, если откинуть женщин, если откинуть инвалидов, если взять желающих, ну, грубо говоря, плюс-минус, которые возникнут, это будет всего-навсего от трех до пяти тысяч рублей. То есть, это не будет глобальной историей. Если учесть, что наше законодательство, в отличие от российского, предусматривает, что ряд статей, ну, не может быть привлечен к службе, то это еще, ну, сократит количество. Поэтому я и говорю, что повлиять, ну, глобально, ну, на исход военной кампании, это не может. Усилить какие-то подразделения? Ну, возможно. Теперь по поводу того, о чем вы говорите, это системная проблема. И я бы не срогил ее одним заключенным. У нас и без заключенных, людей, которые получили травмы психологические, моральные, баротравмы, у нас множество людей. У нас летают гранаты без заключенных, понимаете? Они стреляют, режут, ну, и так далее. Эта проблема не заключенная. Почему? Потому что закон, который принят, не позволяет привлечь рецидент, ну, грубо говоря, к службе. Это проблема всего общества. И проблема военнослужащих, которые возвращаются с мясорубки. И крышу сносят одинаково как в ЗК бывшего, так и в обычного парня, если он проходит через Бахмутскую, Авдеевскую. Ну, понимаете, да, вот эти вещи. Тут должна свое слово говорить правоохранительная система. И общество, которое должно, а, давать возможность реабилитации, б, жестко карать, если приступает за законом. У нас, к сожалению, правоохранительная система мертва. И реагирует по факту, но на события. А если и происходят какие-то, да, грубо говоря, вещи, то эти вещи, они, ну, не так влияют, Александр, на этот самый, на ситуацию, ну, в общем, в целом, как бы хотелось. Поэтому я скажу так. у меня на родине раскрыла преступление. Преступление, которому 15 лет убийства. Человек пропал в безвести 15 лет, и его бы никто не раскрыл. И бросили в пустой колодец, его никто бы не раскрыл. Александр, его раскрыли. Благодаря тому, что соучастница преступления, супруга убийцы, он ее бросил, развелся, и она на эмоциях пришла в полицию. Все. Полиция сейчас рассказывает. Мы раскрыли, мы там... Да, они задействовали, Но факт раскрытия, понимаете, да, то есть они отработали криминалистические, экспертизы, все надо отдать до. Но если бы она не пришла, никто бы еще не раскрыл. И так повсеместно. Да. Давайте о таких более глобальных вещах поговорим. Потрясающий материал сегодня выдает на гора Блоумберг. И, собственно, сообщает следующее. Европейский Союз хочет организовать осенью мирную конференцию по Украине уже с участием Российской Федерации. Она должна состояться в Саудовской Аравии. Прямо так и пишет издание, что по словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием Российской Федерации. Сегодня же министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как найти приемлемый результат для саммита в Швейцарии. И многие лидеры мероприятия не посетят, включая Байдена, Си Цзиньпина, скорее всего, и премьера Индии Моди. Хотя вот было сообщение, что вроде как Индия будет представлена, но Моди самого, наверное, не будет. Как вам кажется, как вот эта хронология мирных конференций вообще отразится на ситуацию в войне в Украине? Смотри. Давайте начнем с Швейцария. Во-первых, я хочу поставить вопрос, очень серьезный вопрос, и просил бы вас ставить подобные вопросы и обговаривать с гостями, которые у вас бывают. И вообще я хочу, чтобы мы получили ответ, ну, в конце концов, на вопрос, который я сейчас поставлю. Дело в том, что мирная конференция в Швейцарии будет проходить в самом дорогом отеле этой страны. В самом дорогом, в самом шикарном. Я это утверждаю, потому что я в нем бывал. Цена номера... Хорошо, хорошо прозвучает. Цена номера от двух с половиной тысяч евро. Я бывал там заехал, уехал. Я общался с людьми. Я знаю ситуацию. После того, как я услышал, что это этот отель, я позвонил там людям, которым... Ну, я приезжал на встречу, все это обсудил, узнал расценки и так далее. Понимаете, у меня вопрос. Смотрите. Страна воюет. Страна собирает на мавики, на протезы, на коляски инвалидные, на... Ну, на все население. И в это время проходит саммит в самом дорогом отеле Европы. У меня вопрос прямой. За чей счет банкет? Результат переговоров этих, он уже понятен. Потому что с обсуждения сняты все основные вопросы, которые волновали и волнуют наше общество, весь мир. Потому что участие в конференции будет минимализирован. Я вообще считаю, что эта конференция и то, что с ней происходит, это отказ Байдена, да, от поездки на юг, это даже не холодный ледяной душ с кубиками льда, а это так, пощечины, знаете, под холодным душем. придите в себя, очините, Владимир Александрович. Ситуация следующая. Я хочу понимать, и украинское общество хочет понимать, кто финансирует тусовку в Швейцарии. Результаты от нее дипломатического уже никто не ожидает. И через отсутствие гостей, и через снятие нашей даже стороной вопросов. То есть это тусовка. Дорогущая тусовка. За эти деньги можно было помочь серьезно ребятам, о которых постоянно говорит Зеленский, ну и все, 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 все. Кулеба там. Вместо лопаты можно было бы что-то другое там приобрести и тому подобное. Не вижу. Вообще не вижу. С этого саммита ничего. Хорошо. Отменять нельзя, потому что это признать провал абсолютный и тому подобное. Объясните мне, почему не провести это в более бюджетном месте, в разы бюджетном месте. Для чего этот пафос, кто-то может мне объяснить, для чего пафос в самой дорогом отеле Швейцарии. Смотрите, Александр, я часто езжу, бываю в разных отелях, встречаюсь с разными людьми. Есть отели, в которых проводились, например, саммиты G20. Цена номера 300-500 евро. Разницу понимаем, 2,5 и 300-500. Но почему-то нам надо в самое, ну то зачем? Мы в самая богатая страна. Нет. Мы ходим, просим, дайте нам это, вот это и вот это. Мы ходим с протянутой рукой, мы попрошайничаем, забракуем. и в это время вот это тот пафос создаем. Ну мы же лидеров ждали. Подождите, лидеры прекрасно встретились, ну если лидеры могли встречаться в тех отелях, о которых я говорю, G20 проходила, зачем вот этого? Ну понимаете, да? То есть это реальный вопрос к нашим дипломатам, организаторам, к нашему руководству. Это, я извиняюсь, просранные деньги, которые могли пойти на людей, на фронт, на пострадавших и тому подобное. Результаты конференции даже обсуждать не хочу, потому что выносимые вопросы вообще ну уже ни о чем. Обмен нужен. Ну как можно обоваривать обмен из стороны, у кого в плену находятся наши воины? Ну это же освобождение атомной станции? Окей, опять же их нету. Ядерная безопасность? Ну возможно, окей. Посмотрим, посмотрим, будет ли МАГАТЭ, ну то есть посмотрим, да? Не вижу. Если вы хотите обговаривать ядерную безопасность, я бы это делал на базе МАГАТЭ в Венин. Это было бы в 20 раз, в 100 раз дешевле и эффективнее, самое главное, потому что на площадке МАГАТЭ присутствуют все специалисты всех стран, ядерной, будем говорить, кто имеет к ядерному оружию и ядерной энергетике отношения. Теперь второе, по конференции, о которой сегодня сенсационно начали писать, да? Я более чем уверен, что будет происходить попытка принуждения к миру, так называемые. Плохо это или хорошо, но мы говорили с вами не раз в эфир, я не разделяю точку зрения Зеленского, даже перемирия во вред Украине. Я считаю наоборот, что нам сейчас надо любыми путями останавливать войну, нам надо перезагружать страну, нам надо перезапускать экономику, промышленность, ну и так далее, и так далее. Он к этому не готов. Зеленский, гражданин Зеленский оказался от Олимпийского перемирия, он может сказать, так Путин тоже, ну отказался, так меня не интересует Путин, наша позиция, если бы мы вышли и сказали, мы готовы к Олимпийскому перемирию, ну и другая, ну сторона должна быть готова. Ну тогда бы это тогда бы это было принуждение. Это была бы позиция, понимаете, Александр, позиция была. Тогда было бы принуждение, собственно, другой стороны, которая не поддерживает. А когда мы говорим, не, мы воюем, а почему мы говорим, не, мы воюем? Потому, что формула этой зеленой власти очень простая. Пока идет война, не будет выбора. не будет выбора, они остаются при власти. Остаются при власти пелят бюджет мародера. Мародера, потому, что при власти. При власти, потому, что не будет выборов. Не будет выборов, потому, что война. Это зеленая формула существования сейчас. Владимир Александрович прекрасно, прекрасно понимает, очень хорошо понимает, что в случае заморозки перемирия прекращение огня и тому подобное через месяц-полтора станет вопрос о проведении выборов все вот эти рейтинги опросы все что рисует это все фигня это нарисован он поссорился с закордонными украинцами которые связаны его команда погрязла по макушку в коррупции при том коррупции ну насколько явно что это раздражать вы вспомните вот этого евгений военный эксперт кстати самая бандеровская которая ни немцев не советов не пускали там ну насмерть стояли во время второй мировой деколь хочет зачистить